Итак, вот вам экранчик. Тут специально написано, где мы закончили. Это в случае, когда нет разбиения. Что такое нет разбиения? Помните разбиение? Вот если можно двумя точками, вот этот наш... Да, опять же, что мы доказываем все-таки вспомним. Доказываем вот эту теорему Томасова. С это усвязанный плоский граф. С это усвязанный плоский граф. С границы его грани. На ней отличная вершина В, ребро Е, тоже на ней АУ где-то. Еще одна вершина графа Ж. Мы сразу ищем такой ВУ путь П, что он проходит по ребру Е. И удовлетворяем следующим условиям. Для любой П-компонента не более чем три контакта, то есть не более чем три смежных вершина П. И в любой П-компонент, не содержащей хотя бы одну вершину цикла С, два контакта. Ну, одного контакта, очевидно, быть не может, потому что у нас граф двухсфер. Какая-то у нас индукция. Мы смотрели кучу случаев. Сначала смотрели случаи, когда ВУ это и есть ребро Е. Потом мы смотрели вот это вот разбиение, когда можно цикл С вот так разбить на то, что, может, с другой стороны ВСДРУ Е. Потом, кстати, у нас немножко разбиения нет. И в этом случае тоже немножко преуспели. Мы определили... Что мы там определили-то? Мы определили цикл С разбили на... Вот-вот В, вот его Е. Мы сверху взяли путь П1. Вот, а дальше от другого конца Е до соседней своей вершины путь П2, да? Такое разбиение. И мы знаем, что весь путь П2 лежит в одном блоке В. Граф АЖ минус П1, да? И, кроме того, что мы там еще знаем, П1 компонента У, которая содержит вершину У, из которого содержит блок В, она и так. То есть, если ободрать верхний кусок, вот этот вот, верхний путь П1, да? Из нашего цикла С, то и вершина У, и блок Б будут в одной и той же компоненте связности. Вот, о чем мы дошли. А теперь мы хотим построить путь, наш путь П, который подойдет к теореме. Мы его строить будем по шагам. Шагов будет много. Итак, давайте сначала пройдем точку У-штрих. Если У вершина блока Б, напомню, что У и Б лежит на компоненте связности графа Ж минус П1, Б это и какой-то блок этой компоненте связности, а УК это вершина, У совершенно неэкзактно лежит в блоке Б. Вот нет никакой такой гарантии, что лежит в блоке Б, правда? Но! Но! Если она не лежит, то у блока Б есть такая точка сочеренения, лежащая в блоке Б, которая отделяет У от Б, тогда мы назовем ее У-штрих. А если У лежит в блоке Б, то мы считаем, что У-штрих это У. Так мы видим вершину У-штрих. Сначала мы будем строить хороший У-штрих В-путь. Напомню, хороший путь, это путь, который содержит любой Е, У1, В1. Мы еще хотим, чтобы он содержал вершину В2. Да, а хороший, значит, что любая компонента имеет небольшой контакт, тогда компонент, пересекающая цикл С имеет не более, чем два подборка. Вот. Но сначала мы построим путь Т-штрих в блоке Б, хороший, содержащий Е и В2. Так. Содидающий Е равно У1, В1, вот и В2. Вот построили такой путь Т. Он идет от Чего у вас там, от В1? Так, не Е. Сейчас, секунду, что-то на YouTube написано. Е1, наверное, секунду. В1, У-штрих. Иначе не было В1. А тут непонятно, что такое точка О1. А, нет, Е, держи, еще что-то, да? Е же у нас не в блоке Б. А как у нас определяется точка О1? Как у нас определяется точка О1? О1 и В1. Вот, смотрите, вот картинка. В1, В1, это и ГОЕ, В1, близко, днижний, В1, ближний, и В1, дальний. В1, В1, штрих, и ГОЕ, и Е1, штрих. Слушайте, О1 у нас здесь нет. У штрих мы приняли только что. Может, имеется в виду ребро, которое из В1, вот это ребро Е1? Может, это Е1? Мне кажется, именно оно и имеет. Потому что, после этого мы к нему прицепляем, имеется в виду именно это ребро. Не дубль В1, В1, а ребро В1, В1, и ГОЕ. Сейчас. Нет, здесь все хорошо, потому что мы, наверное, хотим, чтобы нахвал Сверху, сверху плохо. Так и там у 1, В1 такого ребра Е у нас нет. Это Е1 ребро, наверное. Если вернуть чуть-чуть нахвал. Это ребро Е1. Да, вот это Е1. Так что это не Е, а Е1. Что я делаю? Я в обратную сторону вращаю. Это мы исправим. Я тут у себя отмечаю, где у меня есть какие-то неприятности, и вам потом выкладываю исправленную Е1. Если это отмечу себе. Е меняем на Е1. Пути-то что ли? Это очевидно, должно быть так, потому что потом к этому пути мы подсоединяем маршрут В, П1 и Е. Вот этот верхний кусок. Его, естественно, в блоке В быть не может, потому что Е там нет, В1 есть. Вот, мы подсоединили его так, и все, наша победа. Мы путь Т построим. Вот. Что тут хороший? Хорошая данная ситуация, какая у нас у блока В внешняя граница. А внешняя граница у блока В это вот этот вот путь Ку от В1 до В2 и путь П2. Вот наша внешняя граница блока В. И если, потому что все это содержится в В, если у нас компонента какая-то пересекает внешнюю границу, то есть либо Ку, либо П2, то она имеет два контакта, такая Т-компонента. А если она не пересекает, то может иметь три контакта. Изначально положим С в 2 точек рамон Т. Теперь мы будем его по шагам изменять. Как мы это будем делать? Мы по очереди рассматриваем все кучу разных компонентов. Сейчас будет написано, кей именно. И внутри этих компонентов переделываем наш маршрут, наш путь. В остальных местах он будет оставаться. Картинка пока нам не нужна. Итак, давайте рассмотрим граф Д и Д-компоненты. Мы уберем все, кроме блока В и цикла С. То есть вот все, что внутри, вот в этой дырке между П1 и Ку, все мы пока убираем. Тогда все это распадается на Д-компоненты. Если граф Д, это вот ровно блок В и цикл С. Извините, я... Тогда все остальное... Я не очень поняла, как путь Т все-таки образован. Можно еще... Т образован так, что мы взяли в блоке В хороший путь Т-штрих от В1 до У-штрих. А, от В1 до У-штрих, да, конечно. И к нему приклеили Е. У-штрих это либо У, либо точка сочленения, соответственно. К нему приклеили Е и П1 слева. А из У-штрих есть ребро В2? В В2 в смысле? Нет, это не ребро, это кусок пути. А, да, это кусок пути. О, я на картине не ребро пала. Но мы хотим, чтобы путь проходил через В2. А, путь, проходящий через В2. А как же тогда к нему после этого притрепить... Ну, смотрите, в Т-штрих мы можем заставить его проходить через В2, правда? Да. Там нужно просто убрать... Вот, я понял, ребро Е просто убирает, его там нет. Вот этого ребра Е нет, ребята. Но если мы можем построить хороший путь, проходящий по любому заданному ребру, то мы можем построить хороший путь, проходящий по любой заданной вершине, правда? Да. Так, мы хотим, чтобы он не по какому ребру проходил, он нам нафиг не нужно, извините, а по вершине В2, чтобы он проходил. Да. Вот, что нам хочется. Вот. А потом мы к нему это приклеили. Сейчас. Определение граф Д. Ну, все нормально. Все-таки, да, оно проходит через точку В2, но... А, делаем из В тогда, да, все. Извините. Все, я понимаю. Я не знаю, в коме идет, только в блоке В идет. Так вот, вот граф Д мы определили, и где могут располагаться контакты Д-компании. Давайте внешний цикл блока В, это что такое? Он точно содержит у нас В2, потому что В2 кусок внешнего цикла всего графа, а остальное это В1, В2 кучку, потому что верхнюю часть цикла С он точно не содержит. Вот это дуга Ку, вот оно тут нарисовано. А тогда контакты Д-компонент В могут лежать только на Ку. Но еще контакты, естественно, могут лежать на П1. Вот здесь и нарисована вот эта G, она может содержать контакт на Ку, и контакт сверху на П1, линия 1. Вот. теперь внимания. Если Т-штрих-компонента графа Б не пересекается с Ку, не смежно с Д-компонентами путем П1, такая Т-штрих-компонента тоже будет С-компоненткой графа G с тем же множеством контактов. Но это нам ничем не мешает. Когда у нас может увеличиться множество контактов? Когда это и контакты Т-штрих-компонент ФБ и еще новые контакты на П1. То есть нас интересует только менять путь Пу, путь С внутри Т-штрих-компонент графа Б, который пересекается с Ку, а также внутри Т-компонент графа G. Еще раз, если Т-штрих-компонента лежит внутри где-то блока Б, не пересекается внешний границ и Ку, то она в принципе не может увеличить свои контакты от того, что мы как-то сверху переделываем путь. А с ее контактами и так все было хорошо. Было наложено даже более жесткое условие, потому что два контакта А, но там оно не наложено, потому что Муку не пересекает. Поэтому сейчас мы будем по очереди рассматривать Т-штрих-компоненты графа Б, пересекающие Ку и Д-компоненты графа G, и в них все нет. И у нас будет много утверждений. Вот давайте разводим для компонента G, какую-то, ее контакты. Во-первых, G имеет не более одного контакта в Б. Почему? Потому что Б это блок. Если бы G имела два контакта в Б, то она бы вместе с Б влезала в один общий блок. А это не так. То есть, G имеет максимум один контакт BG лежащий на пути Ку. Кроме того, она должна иметь хотя бы один контакт на пути P1 с двусвязкой. Давайте через XG обозначим ближний контакт J к V, а YG дайвый, то есть ближний к В1. Они могут и совпадать. AJ это будет кусок пути P1 от XG до YG. Вот как нарисовано на левой картинке. Еще раз, XG может совпадать с YG, тогда, разумеется, есть контакт BG, потому что еще нет двусвязности. Тогда AJ это одна точка. Компонент J называется особо, если он следит в вершину U, и не особо в противном случае. Разумеется, особо компонента не более чем одна. Сначала мы начнем с неособых компонентов. Более этого, начнем с такого вида неособых компонентов, когда контакта BG нет. Мы докажем, что если такие компоненты есть, то мы легко можем совершить индукционный переход. Утверждение 4. Нет D-компонента J, у которой все контакты лежат в P1. Как это нарисовано справа? То есть вот видите это нарисовано справа, в которой нет контактов BG. Предлагаем, что такая компонента существует. Тогда J это отличная от U компонента связанности графа H, G-P1. Потому что U это компонента, которая совершит блок B и вершину U малая. Мы знаем, что это одна компонента. А вот эта компонента J это другая компонента. Она должна быть два контакта минимум расположенных на P1 немножко и больше. И тогда XJ и XJ обязательно разные. И XJ обязательно на путь. Хорошо. Ну, разумеется, есть какой-то XJ и YJ путь по компоненте J, потому что она связана. Вот мы от XJ пойдем туда, потом там пройдемся и выйдем к YJ. Так вот этот такой путь обязательно есть. Назовем LJ штрих. Тогда LJ и LJ штрих объединений дают цикл, внутренне власти которого может быть еще компонент нарисован вот здесь. Видите, еще одна маленькая компонентка есть. Все эти компоненты внутренними тоже не имеют контактов лежащих на кубе. Они тем более не могут быть связаны с блоком B, потому что уже цикл из LJ и LJ штрих отделяет эти внутренние компоненты от B. Понятно? Да. Рисуем справа. Давайте M это будет объединение J и всех J внутренних компонентов. Сейчас мы это M уберем, сделаем без него, а потом его добавим. То есть мы совершим индукционный переход в данном случае. Пусть F это индукционный подграф на M и LJ. Вот он F. Тогда граф очевидно связи, потому что каждая компонента внутренняя и сама J имеет два контакта на пути LJ. Через пути J он весь делается двусвязь. И давайте мы сделаем G' штрих. Это граф полученный из G-M заменой пути LJ на новое ребро LJ или LJ. То есть мы вырезали все эти компоненты, а пусть XJ и LJ объявили новым ребром. Объявили новым ребром, чтобы сохранилось планарность. плоское изображение сохранилось сохранилось. Брав же штрих очевидно тоже двусвязный. Его внешний цикл C' получается из C замены куска LJ на ребро LJ или LJ. Новое. На новое ребро LJ или LJ. Новое, потому что мало ли там где-то было. Хотя вообще негде быть старому, наверное. Друг чёрт его знает. В общем, лучше это будет новое ребро, проведенное по пути и найдём же штрих хороший VL путь P' содержащий ребро E. Такой явно есть. То есть мы ободрали вот этот кусок картинки и нашли путь P' который нам подходит там. Да, внимание, в этом случае мы забыли про наш путь T' и так далее. В этом случае мы сделаем индукционный переход и потом просто будем пользоваться тем, что таких компонентов J поэтому я и выдавил это в отдельный утверждитель. Итак, вот построим этот путь P' на всякий случай построим хороший путь A. Если P' не проходит по ребру XG или J то он вообще уже это путь в графе G. Причём он выбирает всем нужным нам свойствам. Он от V до U. А мы про Уштрих забыли. Мы VU путь сразу строили. Содержит ребро E. И у него всё в порядке с контактом. Единственное, что нам может помешать этот путь объявить тем, что нам надо, если он содержит фальшивый ребро XG или J. Пусть содержит. Пусть почти их проходит XG или J. Тогда в графе F, напомню, граф F это индуцированный подграф на M и J. Вот этот граф. Мы строим хороший XG или J путь P' F. Нам не важно через что он проходит. Если мы можем построить хороший путь через ребро, я уже говорю, что мы можем построить хороший путь через любую вершину, а заодно ничто не мешает нам построить хороший путь просто хороший, с началом конца фиксированным и через что хочешь. Ну вот. Ну а после этого мы делаем путь P, когда в P' заменяем ребро на кусок PF. Он будет хорошим для графа G. Мы G', две общие точки это FJ и LBJ, правильно? И они обе есть в обоих путях, поэтому все компоненты, каждая компонента, каждая P-компонента графа G будет либо P' компонент графа G', либо PF компонент графа F. Вот. И все условия будут выполнены. Такое рассуждение мы уже делали и еще будем неоднократно делать. Далее для всех случаях мы считаем, что каждая D-компонента G' содержит и имеет контакт B-J, потому что если ее нет, то можно сделать допционный переход. Можем продолжать дальше. Это был обособленный путь. Напомню, в нем путь S в наше построение. Теперь будем вспоминать. То есть теперь мы уже знаем, что контакт B-J всегда есть и спокойно действуем дальше. В процессе я вам в качестве истории расскажу вместо, если дойдем к Дио Томаса на ошибку. Да, его статья. Итак, теперь мы по очереди рассматриваем разные D-компоненты, всякие разные, а также B-компоненты еще. И значит внутри них будем ремонтировать наш путь S. Изначально S равен пути T. то есть изначально мы проигнорировали все D-компоненты. Все D-компоненты проигнорировали изначально. А потом значит мы будем постепенно по очереди по одной компоненте информацию о них добавлять. Вот такой план. Поэтому мы не будем менять участки пути вне компонента вне вот этого LG. То есть каждый раз мы кусок LG, который у нас всегда есть. Почему? Смотрите, для каждой компоненты LG есть свой LG. Теперь эти LG друг с другом не пересекаются. Если бы они пересекались, была бы вот такая картина, как на этой правой картинке. Тогда это была бы точно одна из компонентов была бы точно без контакта на B. А такого уже точно нет. Поэтому теперь пуски LG для разных компонентов могут пересекаться только по концам, но не по внутренностям. А мы будем всегда сохранять концы LG в нашем пути, а LG внутри иногда будем изменять. Вот такой у нас план. План понятен? Именно благодаря тому, что мы будем сохранять концы участка LG и заменять этот LG, а внутренностей не пересекаются, мы с помощью нескольких итераций должны победить. Это мой пресс-релиз. Теперь поехали. Что мы хотим здесь сделать? У нас есть BJ. И первый случай, BJ лежит в пути T3. То есть в частности означает, что BJ лежит в пути S. Потому что мы на Q ничего пока не имеем. Давайте рассмотрим очередную D-компоненту. Если XG и RG одинаковы в вершине, то у нас у компонента J всего два контакта. Одна это XG равно YG, а другая это VG. Тогда зачем нам сравнить эти компоненты? А вот если XG и YG разные, то эта компонента пересекает путь P1, то есть пересекает внешний цикл C и у него три контакта. А так делать не полагается. Поэтому нам нужно рассмотреть случай, это будет на следующей странице, когда XG неравна YG. На правой картинке виден наш граф F, который в этом случае рассматриваем. Он состоит из J, участка LG, вершины BG и на нем мы берем индуцированный граф. Вот все вот это. А жирным и некрасивым справа нарисован на новое ребро YG BG. Мы замкнули этим ребром граф, чтобы новый граф F был двусвязем. Если мы добавили, он бы не был двусвязем. Потому что J со своими контактами J J контактами тремя должно быть двусвязано. А внешний цикл у него будет XJ, LJ, LJ BG объясню зачем это так. Ребро новое фальшивое, потом мы его отрежем и у нас будет гарантия, что наш путь не содержит BG. Смотрите, BG и так лежит на пути. И мы не можем сделать так, чтобы наш новый путь касался. Нам нужно, чтобы он был от LJ и LJ. и строим его хорошим. То есть у него все в порядке с двумя этими контактами. Теперь заменяем, делаем неравичные операции то, что уже делаем однократно. Пока все стереотипно. Мы заменяем кусок LJ пути S на участок PJ от XJ до RG. То есть обрубаем это последнее фальшивое ребро. Новый пути S, конечно же, простой. Содержит XJ, RG и BJ. Все три контакта компонента J он содержит. Раз он содержит все три контакта компонента J, то опять это рассуждение с компонентами проходит. То есть компоненты для нового пути S, каждая из компонента X, является либо PJ компонент J, графа J, либо не пересекает компонента J, то есть является S-компонентой для предыдущего пути S. В любом из случаев, то есть либо это, либо это, она из компонента для какого-то пути, хорошая компонента, значит не все происходит с контактами. Еще раз подчеркну, что для того, чтобы можно было так делать, нужно, чтобы все точки, графа, которые мы склеиваем, у нас для равных пути. У нас есть там XG, XBG и BG. XBG. Есть ли еще какие-то вопросы по этой части? А то представляете, какой будет следующий случай? Вы уже догадались? Следующий случай, ребята, будет, когда BG не лежит на пути T-штрик. Я вынужден признаться, сказать чистую правду. этот случай будет трудный. Видите, какой трудный случай? Стоп, 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 Дмитрий Валерьевич, случай был первым, почему этот третий? По моему скудовумию и недомыслию, Костя. Ну, хорошо. Возможно, случай два. Следующий четыре. Отмечу, что неверная нумерация случаев. Окей. Я сегодня вечером в какой-то момент переделаю. Хотя я чувствую, что после этой лекции я свалюсь и надеюсь, какое-то время простыл. После чего мой мозг прочистится, я начну читать задачи от Оли и Кости, исправлять ошибки, исправлять ошибки и так далее. Может быть, еще кто-нибудь не пришел свою задачу. И так, J не особая компонент, то есть не содержащая решены U, а BJ не принадлежит ВТ-Т-3. То есть все так же объясняется, куда-то решено ВТ-3 не лежит на жирном кассивом пути, к сожалению. А мы не будем ее рассматривать. Чему тогда принадлежит ВТ-3? А он принадлежит ВТ-3 в компоненте графа B пересекающий путь Q, правда? Вот смотрите, вот здесь где-то лежит, вот этот кусок пути Q. Что это такое? Он явно, тогда этот кусок пути, лежит в какой-то Т-3 в компоненте блока B, графа B. Но, тогда давайте рассмотрим этот Т-3 в компоненту, который вот здесь он где-то BJ не пропустил, да? И рассмотрим все те контакты BJ, грубо говоря, которые на ней лежат. И все те компоненты, все это одновременно. Вот так мы будем рассматривать. То есть, случай 3, это на самом деле он же 2. Это фальшивый случай. Ну и когда мы рассматриваем Т-3 в компоненту Y, пересекающую путь Q, должны позаботиться о всех D-компонентах, имеющих контакт в Y. Так что, переходим сюда, и вот здесь мы застряли основательно. Финерация тоже попала основательно, потому что в случае 4,9 дается в случае 4,1, 4,2, ну, вы поняли, дальше будет хорошо. Смотрите, какая картинка. Как вы думаете, это конец? Вот, наверное, не конец, это еще только самое начало, помню, какие-то. Итак, рассмотрим вот эту компоненту Y. Это T-штрих компонента графа B, которая пересекает верхнюю границу Q. Тогда у Y было два контакта. У Y было два контакта к блоку B-компонента. Вот. Давайте сейчас это контакты R и P. B-компонента. Оба контакта очевидно лежали на пути Q, потому что мы пересекали путь Q, да, и начало и конец пути Q принадлежат пути T-штрих, V2 и V1. Оба контакта Y обязаны лежать на пути Q. Пусть это R ближний к V2 и P ближний к V1. Вот, R и P это два наших контакта. Так, тогда больше контактов нет. И мы создаем дугу N равную PQR. PQR дугу нашего пути Q. На этой дуге могут располагаться контакты и компоненты. А также он располагается вершина компонента или просто свежая с P1. Вот такое тоже можно быть. Видите, вершина просто свежая с P1. И контакты компонента могут располагаться здесь. В других местах они располагаться не могут, потому что они должны быть на пути Q, а другие точки лежат в Q. такой большой монстр. Всего этого монстра нужно рассматривать оптом. Что мы делаем дальше? Давайте обозначим через WN множество вершин дуги N смежных путем P1. Вот как эта вершина например, которую я сейчас показываю. А также множество всех контактов, которые не смежны, но от которых можно дойти через D компоненты. Если WN пусто, то Y не смежно с путем и с компонентами. Тогда Y уже S компонентами. То же самое множество контактов W от Y из двух вершин. Даже до пути S. Зачем это пути S не может? Если всего этого между Q и P нету, этих вершин и этих ребер, тогда вы просто эта компонента тихо мирно лежит внутри, имеет два контакта, хотя вообще разрешено даже три, так о чем мы тогда будем менять? Как говорится, не тронь, так и меньше капот. Дальше мы считаем, что WN не пусто. То есть точки, могут быть какие-то точки, соединенные с путем P1 или какие-то контакты компонентов. Рассмотрим ближайший к P вершины WN вот это скажем R' и P' от R ближайшая R' от P ближайшая P' возможно P' и R' совпадают, когда WN состоит всего из одной точки. Это хороший случай. Давайте буквы K обозначим всех D-компонентов контактов. Можете напомнить, что такое WN? Громче. Что такое WN? Это множество всех точек, лежащих на дуге N, которые либо смежны с верхним куском P1, либо являются контактами D-компонентов. Вот на этой картинке WN состоит из трех точек. Одна из них, самая левая ближняя к R' называется R' правая ближе к P' называется P' а посередине так называется. Мы рассмотрели очевидные случаи, когда WN пусто и порадовались тем, что он такой простой. К сожалению, последовательно рассматривать неочевидные случаи, когда WN не пусто. Итак, пусть P' и R' мы уже определили их. Теперь K это объединение всех компонентов контактов, которые говорят WN. Тогда K объединит с Y это и есть S компонент графа G. И у него может быть очень много контактов, но нам совершенно не годится, нужно ремонтировать. Теперь одновременно будет P' 1 все контакты K объединит с Y. А также все вершины, которые напрямую смежны с Y. Точнее с дугой N. Вот в данном смысле совершенно X такое оказалось. Значит давайте X это будет самая левая отмеченная точка ближняя к V, а X самая правая ближняя к W1. Возможно X равно Y. Это хороший случай. Если X равно Y, то какие мы имеем контакты у компонента K объединит Y? Это будет S компонента не перескодящий с внешним циклом, потому что X равно Y, значит здесь ничего нет в нашей компоненте. И у него три контакта X равно Y, R и P. Так это же отличный случай. Это нам годится. В этом случае не нужно менять внутри этой компоненты путь S. К сожалению, дальше в данном случае, когда X не равны и кусок L это X P1 Y, этот путь L не одна точка. Кончается. У меня шестая пара за сутки. Я вчера с 15-20 для сегодняшней 15-15 нужно привести шесть пар. Пять уже проделил. К тому же это самое интеллектуально сложное. Это видно. Итак, мы рассмотрим тривиальность коллекционной Эрикон уже не такой тривиальный, как когда их вообще нет. тем менее он доступен нам. Вот это мы сделаем. тут делать ничего не надо, поэтому не сделаем. А дальше X не равно X. Уже минимум 4 контакта есть, а то еще. Это форменное безобразие. Так нельзя. В этом случае нам придется менять наш путь. Вот. Мы изменим путь S. Что такое секундочку изводит? что нет? Внутри K, Y и V от L. V от L это L это дуга пути P1 от X до Y. Вот мы изменим наш путь S. И в нем мы должны сохранить контакты X, Y, P и R. Угадать для чего. Разумеется, мы их сохраним ровно с единственной целью, чтобы можно было применить то же самое наше рассуждение, что любая компонента нового пути это либо старая компонента хорошая, либо компонента какая-то внутриизменяемая компонент она будет хорошая, потому что мы там тоже меняем путь хорошо. То есть рассуждение из случаев из загружения 1 оно почти всегда где возможно применяемо. То есть мы всегда стараемся если можно сохранить общие точки наших графов пути. Так. Теперь внимание. Пусть F это граф порожденный K, Y, V, V, L. Тут есть два случая. Либо он двусвязен, на картинке он двусвязен, либо он не двусвязен. Но в любом случае если он не двусвязен, все решения пути L лежат в одном блоке F-штрих графа F. Давайте это поймем почему-то так. извините, можно напомнить что такое K? K это все компоненты расчетов внутри Y есть здесь есть D компоненты между Y и L которые имеют контакт на N и на L это есть K вот здесь две компоненты Волен К да хорошо значит если граф F-дусвязен то мы считаем что F-штрих равно F а если нет то мы рассмотрим блок F-штрих графа F содержащий путь L в нашем случае когда левая вершина соединена с нижним путем граф а тоже может быть точка сочинения с нижним вершиной конечно тогда я штрих равно почти но по-любому вот L это связанный кусок от него вниз идут от левой и правой точки идут какие-то пути и если у нас граф недвусвязен если он недвусвязен то все равно весь кусок L обязан быть в одном в одном куске если не двусвязен то картинка вот такая это обязательно п-штрих равно р-штрих если п-штрих не равно р-штрих то от L можно дойти до п-штрих и до р-штрих и здесь есть вот такой кусок это все замыкается и граф тогда обязан быть связан все лежит в одном блоке а если он недвусвязен то возможно какая-то ситуация когда замкнулся раньше тогда п-штрих равна р-штрих в случае когда он недвусвязен будет проще когда двусвязен будет сложнее потому что тогда контактов просто больше и так будем разбирать два случая либо f-штрих равен f либо f-штрих не равен начнем с простого с 4.1 когда f-штрих не пересекает блок b ну да когда f-штрих не пересекает блок b в этом случае f-штрих и f-штрих очевидно одна и та же точка потому что еще раз если это разные точки то вот это все вот эта вся штука а нет кстати возможен случай когда ну неважно когда f-штрих не пересекает блок b когда f-штрих явно не равно f-штрих если он не пересекает блок b вот смотрите что получается тогда он должен делиться где-то выше но если он не пересекает блок b то p-штрих равно r-штрих это один контакт то есть на друге она расположена ровно один контакт d-компонента в этом случае это не может быть вершина смежная с l но если это была вершина смежная с l мы бы уже победили на самом деле тогда просто если эта вершина просто была смежная с l тогда была бы смежная с одной точкой на l правда а сейчас секунду сейчас почему это не может вершина смежная с l почему не может здесь а ну да что почему не может быть я думал что вопросом почему если почти ровно штрих это не может быть просто одной вершины смежной с l а не контактным компонентам а понятно почему потому что если вершина смежная с l то эта вершина принадлежит графу f' ребята но если это вершина смежная с l то вот этот треугольник от нее от f' до x до y и до l это все один блок очевидно и этот блок пересекает b хоть даже и по одной точке так что в нашем случае когда p' равно r' нет не только p' равно r' когда f' не пересекает b он отделяет точку сочинения строго выше блока b поэтому p' равно f' и это один контакт а граф f' естественно связен и отделяется от f' одну точку сочинения потому что в этом случае блок f' это крайний блок нашего графа и одно точку сочинения t он отделяется от 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 остального вот так нарисована эта картинка сейчас случай когда не f' равно f' а когда f' равно v' b хорошо давайте в блоке f' вот он у нас нарисован до точки t построим хороший x' путь pf содержащий t теперь мы заменяем как всегда стандартная процедура x' участок r пути s мы заменяем на путь pf что содержит новый путь он содержит x, y, p, e, r потому что уже старый это содержал а мы это не испортили путь простой потому что t не позволяет нам за t мы не вышли все это делаем какие у нас есть s компоненты одна из них это вершина это все вершины f минус в штрих одна из них это вершина f минус в штрих у нее три контакта t, r и p это хорошо три контакта иметь можно с внешним циклом она очевидно не пересекается потому что она от него отделена с одной стороны p и r а с другой с точки t она могла пересекать только если бы имела что-то на а она не такая любая другая s-компонента h лежащая v от f это pf компонента графа f но такая компонента хорошая по построению пути pf а остальные компоненты s-компоненты они просто не пересекают v от f это компоненты старого пути они хорошие по построению вот поэтому в этом случае мы хорошо отредактировали наш путь внутри наши компоненты если есть эта точка t которая не на блоке b и все отберяет и все отлично к сожалению дальше нужно смотреть случай когда блок b когда вот здесь был случай когда v f штрих не пересекает блок b а дальше в этом случае пересекает блок b вот в этом случае в некоторый момент есть то что было неверно разобрано томаса на его статье а мне удалось раскрутить только с помощью идеи не статьи томаса а статьи тата которую я тоже читал вообще когда-то это все очень увлекательно было разбирать непростой это быть ящик ой непростой для первого прочтения особенно когда читаешь статью где все очевидно в большей степени чем в моей лекции там ну все было очевидно много чего было очевидно итак смотрим на граф h3 h3 это блок он двусвязен у него есть внешний цикл который назовем z вот вот я его сейчас вот тестом есть какой-то внешний цикл z у двусвязного графа всегда есть внешний цикл пусть z' это пересекающая v от b дуга вот она от p' до r' потому что естественно r' и p' в этом случае принадлежат блоку f' возможно это совпадающая точка тогда все хорошо то есть если вот здесь вот в этом случае p была бы одной точкой мы бы тоже p' равно r' было бы и это была бы точка как раз это было то есть крещение конец блока f' проблем проблем бы здесь не было в таком случае z' будет безнажательным пустым куском это прекрасно чем меньше тем лучше пусть z' это пересекающая v от b вершины блока дуга от p' до r' ой простите меня пожалуйста здесь написано p' z' это опечатка я это отправлю в случае 4.2 значит вот p' z' q' надо заменить на p' z' r' если f может быть двусвязьным тогда он равен f' а если он не двусвязьным как каждая компетентная связь графа f' x' отделяется от f' разумеется точка сочинения причем очевидно одной потому что между один блок от других от другого блока в дереве в дереве блок сочинения есть и поэтому сочинение должна быть одна вот где мы выбираем эти точки сочинения конечно я выбираю только на этот штрих вот здесь вот тут изображены r, v, p например видите вот такие точки это точки сочинения которые отделяют куски отделяют компоненты связанности графа f' от f' грубо говоря мы выкинули вершину f' измерия блок сочинения и она это же блок и он развалился на какие-то части каждая часть какой-то точка сочинения содержащаяся в блоке f' присоединяется к нашему блоку f' потому что течение не может сжать выше потому что эти части очевидно потому что все что выше в нашей компоненте f мы уже взяли в блок f' поэтому это куски внутри блока b тогда они могут присоединяться только к этой нижней границе за штрих каждая одна светочка теперь внимание для каждой вершины z пуска за штрих мы определим fz это множество состоящее из самой z и вешен всех компонент связанности графа f' которые вершины z и делаются z в штрих если z является точкой сочленения такие компоненты есть мы их присоединяем к ней в это fz а если z не является точкой сочленения то в этом случае fz просто совпадает z то есть fz может быть равна z если z не точка сочленения а если точка сочленения то он какой-то кусочек не прикрывается вот можно ли стать дальше картинка останется вот она стала поменьше не пора ли нам перерыв сделать что перерыв нам пора сделать слушайте давайте попробуем так продолжить я очень хочу закончить этот кусок пока я его не добью и до перерыва останавливать лекцию внутри этого куска это смерти подобно чего-то да давайте мы до всех z объединим эти fz тогда это объединение с вершиной графа f которая смертность пререзает так почему это так потому что где могут лежать p r это контакты они точно смертны с какой-то вершиной не обязательно с штрих или p p p это может быть еще кусочек на самом деле может дальше подзвенеться по верхней границе штрих тоже тем не менее есть сверху на цепи вершина смертная с r и с одной стороны с одной fp с другой f это не обязательно перестать эти точки не дадутся дальше 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 а что дальше да извините если чтобы были все вершины смежные спойлеры а хотя это тоже будет компонент если это штрих p вот этот путь какой-то это может тоже быть такая компонента сейчас я еще сам не успел договорить здесь может сейчас станет понятно мы хотим найти все вершины нашей компоненты все вершины f да граф f которые спит на споре с f эти вершины точно лежат в блоке b правильно либо эти вершины лежат в блоке в блоке f-штрих графа f тогда это вершина на верхнем пути мы их и так посчитали потому что это края пути z-штрих значит мы вершины точно посчитали сами по себе кроме того это могут вершины которые попали в другие блоки r может быть в другом блоке входящем в f-штрих этот блок обязан быть присоединен к какой-то точке на z-штрих то есть в f-z мы его точно посчитаем вот так понятно давайте через дубль vp обозначим множество всех вершин z-штрих для которых z смежна с p возможно сама z-смежна возможно вот тут как здесь сейчас а если r равно r-штрих r не может быть равно r-штрих потому что r это точка на пути t вне компоненте r а r-штрих это точка на жирном черном пути вот этот низ это компонента t-штрих компонента y то есть r-штрих лежит в компоненте и p-штрих а r и p лежат на пути поэтому r и r-штрих не равны r у нас не в компоненте r у нас уже в хорошем пути s вот видите в жирном нарисов и p тоже там да понятно значит теперь мы хотим что так что-то я сбился с мысля значит у нас есть вершины смежные на з-штрих есть вершины которые смежные для которых для которых их f f от z смежна с p для которых f смежна с p это будет WP множество таких вершин из з-штрих а WR множество всех вершин z таких что fz смежна с r я хочу сказать давайте через WP я подключу самую дальнюю от p' z вершину из WP вот она WP мы от p' идем 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 пока появится вершина из WP нашли последнюю теперь наоборот самую ближнюю вершину WR означаем из WR возможно они совпали но я хочу доказать что они расположены именно так p' WP WR R' штрих то есть WP может совпасть с WR p' может совпасть с WP и WR может совпасть с R' то есть эти четыре точки невероятно разные но их порядок существенно такой то есть они не могут существенно переставиться они могут совпасть вот такое утверждение и оно здесь есть на то есть за штрих указанный вершин в порядке P' WP WR R' но при этом возможно допустимо совпадение и второе утверждение вершина может быть смежной из P из R в единственном случае когда Z равно WP равно WR когда WR и WP совпадают тогда эта вершина может быть смежной туда и сюда ну хорошо давайте сначала посмотрим на случай WP равно P' WP WP а WR явно лежит от P' до R' можно тоже с кем совпадает но тем не менее в этом случае явно все хорошо если WP равно P' аналогично если WR равно R' утверждение тоже очевидно то есть крайние точки P' R' если попадаются WP и WR все хорошо мы считаем WP не равно P' WR не равно R' тогда мы можем найти WP путь все внутренние вершины которого лежат WP как мы его найдем а вот смотрите мы от P через какую-то уже точно компоненту дошли к WP возможно так что я сделал ладно возможно это прямо ребро по этому WP такое тоже возможно возможно это путь через компонент тем не менее такой есть значит аналогично так извините что я сделал не то аналогично есть RWR путь вот какой-то через компоненту FWR но граф то плоский эти пути не могут пересечься а если WP и WR расположены инвертированно относительно этой картинки то по всяким там Тирема Жордана понятно что эти два пути пересекутся а так не бывает значит расположение P' WP WR R' оно такое обязательно такое вот теперь два это прямое соответствие пункта 1 потому что если бы была какая-то другая ситуация когда вершина смежная из P и R и она не WP равно WR тогда перекрестие было бы когда WP и WR лежали бы неправильно если бы скажем была эта вершина а после не еще попалась бы какая-то вершина из WP большого плохо и наоборот не видимо было опасно вершиной WR маленькой значит то есть такое возможно когда вершина совсем плохая и смежная из R и P через FZ ценина но такая вершина может только одна опять же точительность по какому утверждению опять читаю его доделанным можно назад там про WR тут не написано что по какому вот еще раз мы определили WP что это вершина на пути Z' самая дальняя вот а про WR самое дальнее из WP большого P а WR это самая ближняя из WP большого это самая дальняя она тоже по Z' да самая дальняя это штрих или самая ближняя к P' это одно и то же ну а на любом случае по пути Z' да самая ближняя самая дальняя по этому пути хорошо да ну тут чисто упражнение с планом графа видите еще есть жирный такой путь вот эту букву В я же его не просто так рисовал сейчас это все будет это уже идут идеи кстати тактовые идеи только хотел сначала Томсона написать что я прочитал много его статей и везде его аналогично ему происходил срок все оказалось правда вот здесь нет интересно как бы он выкрутился своими идеями ну ладно сначала поленился теперь заиграли итак вот теперь давайте Т вот есть такая дуга WP за 4 WR вот если дуга это одна точка WP равна WR то мы назовем ее Т а если это не такая точка то мы берем любую точку Т на этой дуги вот значит при Z не равно T вершина FZ смежна точка только либо с R либо SP но либо ни с чем не будет чем с одной SP и R мы специально взяли ее между WP и WR и в крайнем случае совпадающей с ними все тогда хорошо теперь внимание мы связываем в графе F2 мы строим хороший XY путь то есть от левы до правой вершины L проходящий через вершину T я напомню еще что если вы имеете хороший путь через любой Ebrot вы имеете хороший путь через любую вершину и просто хороший путь построить дальше мы заменяем участок L X Y вот этот участок верхний мы заменяем на X а он же XP1 мы заменяем его на путь PF то есть после верхнего куска мы идем в T и идем обратно и мы хотим сказать что такая наглая замена нам поможет хотя это не замена в сфере того что мы делали раньше но вот тем не менее что содержит новый путь он содержит вершины X Y T P и R гарантированно V от F без V от S разбивает все вершины графа F вот этого большого монстрального графа не вошедшие в путь S разбиваются на S компоненты они не могут соединиться все равно никак с компонентами с S компонентами для старого путь другими которые не новые а что кто знает надо внимательно разобраться S компонент X берем которая S компонента X если S компонента X не пересекает F' но мы рассмотрим S компонент X которая пересекает F тогда эта компонента целиком лежит в каком-то FZ почему она лежит в FZ A F Z Z давайте разберемся почему потому что этот путь PF это он на картинке не коснулся вот этих вот двух снизу а он между прочим мог прекрасно это вот так вот пойти и зайти до вершин итак еще раз давайте рассмотрим S компонент X которая кусок графа F позже выяснили что только такие надо рассматривать остальные все хорошие но не пересекает F' F' она не пересекает F' то она определенная лежит FZ для некоторой вершины Z но поскольку дальше она не пошла F' то эта вершина Z обязана лежать в пути PF тогда X имеет максимум три контакта Z P и F правильно все отлично может быть сразу три контакта потому что совершенно случайно Z может быть равно T а T может быть равно VR и VP тогда будет P R и T а вот в этом случае видите R и K это еще точка Z только 2 если бы точка Z не была бы на пути P то в нашей компоненте был бы еще обязательно вот такой кусок кусок из F' то есть пока мы рассмотрели все компоненты все S-компоненты X которые не пересекают F' а те которые пересекают F' будем рассматривать на следующем слайде так пусть S-компонента X теперь пересекает F' все совсем плохо самый худший случай это он тогда если S-компонента X пересекает F' тогда X объединение какой-то P-F компонента X' графа F' потому что в этот раз контакт видите наш контакт он не попал на путь тогда здесь есть P-F компонента X' а также всех норост F' для Z которые лежат в X' пересечь с V' здесь например это одна такая вершина может быть и не одна если X' не пересекает V' то X' вообще не смежно ни с P ни с R и X равно просто X' в этом случае все хорошо потому что контакты X' как X' компоненты X' и F' и F' и F' чтобы они были разные нам нужно чтобы она имела и кусок F' и еще кусок F' когда мы склеиваем эти куски эти компоненты и получается что-то страшное S' компоненты разлучают хорошие если не пересекает V' дальше мы считаем что X' пересекает V' за F' тогда X' не равно X' может показаться теперь внимание P' F' пересекает внешний цикл X' графа F' это означает что у нее два контакта W' от X' равно два контакта лежащие обязательно на X' X' листаю там картинка птист давайте Z' P' P' T вот этот кусок от P' до T извините а Z' R это вот этот кусок смотрите P' F' разрезает наш Z' вот так от X' до T и от T до Y соответственно он отделяет Z' P' от Z' Z' R' это значит что X' не может пересечь и это и это значит Z' пересекает либо только Z' P' либо только X' либо Z' R' иначе противоречит с планарностью более этого L' мы тоже не пересекаем потому что смотрите L' у нас вот в этой галочке V' галочке целиком лежит а если компонент пересекает Z' P' Z' R' он не может пересечать графа планарный плоский вот что важно вот так что X' тогда не может пересекать внешний цикл C графа G это и вот почему мне достаточно сделать компоненту X с тремя контактами пусть X' пересекает Z' P' вот этот правый кусок тогда X не смежна с L' потому что все эти F' Z' которые могут лежать в X' не могут в таком случае быть смежны с L' X' не смежна с L' тогда W' X лежит W' X' и еще вершины P' то есть важно что мы контактам X' которых было 2 добавили максимум один контакт P' а P' R' сразу добавить не могли ну а если пересекала бы она Z' R' то мы добавили контактам X' которых 2 добавили точку R' это 3 контакта таким образом US-компоненты X теперь я замолкаю и жду вопросов благо это был самый сложный кусок у меня вопрос что в предыдущем слайде по-моему там была опечатка там Z где-то вместо Z' вот так как P' компоненты графов штрих пересекает внешний цикл Z графов штрих наверное тут Z' штрих а внешний цикл имеется ввиду весь да пересекает конечно она пересекает либо вот эту фигню либо эту Z' P' а это внешний цикл графа именно F штрих а да граф ну да да все в порядке действительно там опечатки были я уже много нашел если потом кто-то еще найдет сообщайте я на самом деле уже рассказывал второй раз такой такое доказательство но это все равно непросто тем более что оно вот в этом случае 4 оно самодельное так а в случае 4 я сказал самый-самый противный смотрите что мы сделали мы завершили разбор случаев когда все д-компоненты графа же не особые тогда уровня U' и V' путь S это есть V' путь S и он нам подошел вся проблема в том что может оказаться особая компонент но на самом деле в этом случае большой проблемы нет и мы его довольно легко разберем но на самом и и но Но это она для иллюстрации нарисована. А так все понятно. Итак, J особая для компонента, в данном случае она есть. У нее есть BJ, это точно, и он равен U'. Вот он на рисунке есть. Почему так? Потому что U лежит в особой компоненте, а U' – это то, что отделяет блок B от U в этом случае. Потому что U не лежит B. Но тогда это и есть U' по определению. Вот оно. Значит, мы построили хороший V' путь. Вот только U до U мы еще пока не дошли. Давайте рассмотрим то же самое, что обычно и до этого. Да, в этом случае у нас гарантированно U', оно же BJ, не лежит на нашем пути S. Более того, это его конец. Вот. Поэтому сам этот случай будет похожий на случай 3, который… Нет, на случай 2, который будет случай 1, то есть 2 у меня пропущено. Это будет очень похоже на тот случай, который мы разобрали первый. Единственное, надо заботиться о порядке прохода вершин. Так, смотрите. Мы берем вот такую же фишку. Берем граф G, который идут G на J, LJ и U'. Вот берем U' и кусок LJ сверху и сам J. Вот. И добавляем эффективное ребро от YJ до U', проведено здесь пунктиру. Ну, оно вот проведено по границе компонента J. И учитывающее ребро от U' до J. Это контакт. Этот граф опять был связен. И в F есть хороший U' путь N. Путь от U' до U' от U' до U' до U' Так, секунду. Виноват, пропущено. Проходящий по ребру U' у Y' Внимание! N проходит по фиктивному ребру U' у Y' Я просто в этом редактировании каким-то образом удлился эту штуку стереть. Т.е. вот путь должен был проходить по этому ребру. Теперь, он может проходить U' либо в направлении, вот пусть мы идем по пути от XJ. Идем к U. Только вот на этом прошли это ребро. Либо мы его пошли от U' к U' на левой картинке. Либо мы его прошли вот здесь от U' к U' к U' к U' к U' к U' на правой картинке. Потом от YJ опять идем по S до U' и потом последним пятым куском проходим по N до пути U. В случае, если мы проходили ребро от U' к YJ, мы в X' пошли и свернули к U' потом прошли в обратном направлении наш кусок пути S до YJ, а потом от YJ пошли к U' То есть, грубо говоря, мы фиктивное ребро YJ U' заменили куском пути S от YJ до U' пройденным в нужном нам порядке. Я не написал, но точно так же доказывается, что все хорошо, а именно мы взяли три вершины XJ, XJ и BJ и точно так же доказывается, что каждая S компонента это либо старая S компонента, либо N компонента графа F. В этом случае они все... Хороший сохраняется и все отлично. Этирема страшная. Этирема Томасова доказывает. Возможно, вы сердитесь за то, что я выбрал такую тему для рассказа вам, но мне она кажется интересной. Если не на специскурсах, то где же ее рассказать? Когда я много лет назад пытался... Пытался перерасправить доказательство всех этих теорем Татты и Томасова, я проводился зверски долго, но мне это было интересно. Вам доставляется дело полегче, потому что это уже отредактировано мной и предыдущим покорением прослушавших. Сейчас, Дмитрий Валерьевич, можно вопрос? Можно вопрос? Вот на этом слайде. Если путь N проходит ребро YJ U' в направлении от YJ U' Это левая картина. Он вот так пошел. Когда мы вырезаем это ребро, и сначала мы идем по пути S, сначала, потом вставочка пути N от YJ, видите, вот она. Потом пошли по пути S, довольные жизнью, дошли по нему аж до U' и потом вспомнили, что у нас с этого места есть положение пути N. Нет, еще раз. Я просто говорю, что одна фраза дважды написана, и там что-то, наверное, исправить нужно. Не знаю, что. Позже написано в направлении от YJ U' Во втором случае — от U' к 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 U' —. Г question해야... Во втором случае, естественно, мы проходим в разных... Уштрих проходили, вот так вот, сверху вниз. А в втором случае снизу вверх прошли. Да. Обечатка будет исправлена, как мы сквечем. Сейчас. У меня тогда еще один вопрос. А не бывает особых B-компонентов? Каких компонентов? Особых B-компонентов, то есть, которые компоненты блока B. Секунду. Нет. Потому что если U лежит в B, то U равно U-штрих. А тогда U-штрих, она же U, конец пути S. А, да, точно. Тогда все хорошо. А если она лежит в другой компоненте J, тогда вот проблемка. Да, и эта другая компонента J не может иметь два контакта в B. И ни одного наверху. А, нет, такая на спине. Ну, такая компонент может иметь контакт с B, потому что B это блок. А другая компонент, от него девяна точка с череной, и дальше B. Да. В этом случае контакт единственный, и он, очевидно, есть У-штрих. Это было сказано при определении точки У-штрих. А, ну да. Да. Что, гипотеза пламера вполне можно доказать. Она очевидна такая отсюда. А вот уже теорему Татто, наверное, я не буду сегодня учить. Помните гипотеза пламера? Вот она, собственно, здесь, и сформирована в качестве теоремы 4. А она же теорема Томасона, потому что доказал ее Томасом. Называется Hamiltonial Connectivity. Если же чехсвязный пламерный граф, хотя бы с 5 вершинами, и В и У для его вершин, то в ЖЭС что-то днем дано впыть с концами А. С концами В и У. Разумеется, тут гипотеза сформирована пламерного графа. Доказано для плоского гэттера изображения. Впрочем, все изображения, что связанного пламерного графа, все изоморфно. Так что это неважно. Там есть цикол С, граница граница ращрига В. Где-то вершина В... Ой-ой-ой... Мазок бы не работает. Вершину В распространЯщая, конечно. И где-то там, где-то, где-то там далеко... У нас есть еще вершина, господи, вершина В. Так, не то, вершина У. Вижу У, не знаю. Выбираем ребро Е на цикле С. Естественно, гальница, грани, в этом случае очевидно цикл. Мы на ней выбираем ребро Е так, чтобы оно было не инцидентно В. Так сделать всегда можно. Граф у нас, естественно, без кратных ребер. Главное, что грань настоящая, то есть это грань хотя бы треугольная. Если у нас есть вершина В, то ребро Е можно выбрать так, чтобы оно было не одно из двух ребер инцидентных В. Правда? Теперь по тереме 3, тереме Томаса, мы настроим хороший УВ путь П, проходящий по Е. Можете где-то зарисовать. Если путь П гамильтонов, мы победили. А если он не гамильтонов, то есть П компонента У, и у него не более чем 2 контакта. Однако, граф Ж у нас даже четырехсвязанных. Два контакта у компонента быть точно не может, потому что граф более чем двухсвязанных. А, нет, сюда нужна четырехсвязанность. Смотрите, три контакта может быть, но только в одном случае. Да и два могло быть, но два так не получается. То есть, тут не из трехсвязанностей, а из четырехсвязанностей. Смотрите, у нас есть путь П. Есть П компонента У. У сразу ясно, что не более чем 3 контакта. Вот это точно известно. И если у пути П более чем 3 вершины, во-первых, у пути П не менее чем 3 вершины по построению. Потому что В и Е, Е добавляет 2 вершины, а не инцидент на В. А из-за пути П не менее чем 3 вершины. Значит, два контакта точно не может быть у компонента. Может быть три. Тогда должны быть все вершины пути П. Потому что иначе, убрав эти контакты, мы отделим остаток П от нашей компоненты. А в четырехсвязанном графе такого не бывает. Значит, получается, что В от У равно В от П, В от П равно 3. Вот. То есть, что мы знаем? Когда мы знаем, что У не пересекает цикл С. Если она пересекала бы цикл С, то получается, что должно было быть 2 контакта точно не может быть. Тогда все вершины пути П и есть вершина цикла С. Иначе была бы компонента, пересекающая С, и должно было быть 2 контакта. Так не бывает. Получается, что С – это треугольник. У него есть вершина В и ребро Е. И это и есть наш путь. А еще интересно, что одна из концов ребра Е – это вершина У. Она же тоже должна быть. И вот она одна из этих концов. Получается, что УВ – это ребро. Потому что У смежно У и ребро Е – это треугольник. И одна из вершин треугольника еще… Ой, В и ребро Е – это треугольник. И еще одна из его вершин – это У. То есть, В – это ребро. Ну хорошо. Я хочу сказать, что наша вершина С определенно лежит в границах двух разных граней. Причем это разные границы. Потому что я помню, что если у двух разных граней одна и та же граница С, то весь граф влезет от этого С. Но когда-то в обычных графах даже доказывают. Значит, тогда есть другая грань. Другой границ С', которая содержит В. И У она уже не содержит. Пока тоже есть. Почему? Потому что вот можно посмотреть на вершину В. Из нее выходит Евро ВУ. Это в одной грани лежит. Но еще из нее выходит из меня еще минимум три ребра. Правда? Соседние два ребра всегда входит в один цикл в границу граней. Потому что четырехсвязный граф, там еще три ребра есть. И тогда можно выбрать такую грань, которая Е содержит В. Но, скажем так, не лень с этим бороться. Теоретически она могла бы сделать ВУ, если она не до нее далеко дойдет. Но тогда в этой грани будет уж точно не три вершины. Потому что, я это распишу подробнее. Смотрите. Потому что вот мы взяли... Я нарисую вам картину. Я принялся из картин нарисовать. Сейчас она будет вам нарисована. Вот есть вершина В. Вот треугольник, содержащий У. И еще что-то. И вот еще минимум два ребра. Вот треугольник ВУ и еще чего-то. Это грань, которая нам не подходит. Мы знаем, что эта грань не подходит, то она только такая. Но там есть еще какая-то грань. Вот противоположную, посмотрим. Там четыре вершины минимум. Которая содержит вот эти три вершины. В и еще две левые вершины. Совершенно даже не У. Эта грань точно не является треугольником, содержащим В, У и еще чего-то. Правда? Потому что кроме В, у нее есть еще две вершины. Даже если У как-то в нее попало, хотя это мало говоря, что в связанном графике, мы можем с ним даже бороться. В этом случае абсолютно очевидно, что это точно не треугольник. А должен быть треугольник. В этом случае мы до границы штрих повторяем рассуждение, и прокол уже не возникает. Все. Я немножко уподробно в этом месте. Мне кажется, следующую терему сегодня доказывать не будем. Дальше осталось еще 9 минут. Терема серьезная, и мы уже неплохо потрудились. Там терема раз, два, три, четыре. Это вывод теремы Татта из теремотонуса. Потом еще, но потом уже не серьезная терема. На самом деле терема Татта, конечно, не такая серьезная, как то, что было. Но все-таки это что-то. И лучше уже не приступать. В следующий раз встречаемся в реале, кодеке номер 104. Спасибо всем приславшим задачи. Я обещаю прочитать. Но сначала у меня сегодня в программе дня исправления ошибок. Ждите вечером нормального варианта слайда, где я не исправил ошибки.